Неспокойная ночь для кандидатов и представителей партий. Они с напряжением строят предположения о том, как голосовал избиратель. В то же время политологи уже дают оценку трехдневной процедуре избрания в Госдуму и АКЗС. Придет запрос вообще общий на справедливость, на, в первую очередь, социальную справедливость, на реформизм и так далее. В этом году еще все позначнее и правильнее. При этом само законодательство начинает отбивать некоторые вещи. Это присутствует, не дает чего-то воспользоваться. Люди изменились, технологии поднялись, гаджеты, интернет, субсети. По крайней мере, в 2021 году я думал, что партии точно, если уж не региональное отделение, то федеральные структуры партий, что-то будут продвигать в интернете, какие-то идеи, фишки и так далее. Получилось, все так и получилось. Новые кадры, вроде бы молодые, которые включаются в это партийное строительство, они начинают играть по традиционным правилам. Они не пытаются переварить ситуацию. А непрофессионизм, раз, заявление, которое там больше к популизму, чем к истине и реальности, два. Попробуй подготовь к заседаниям таких кандидатов, да, и там, чего надо будет сделать, тяжело. Когда мы говорим о том, что какое-то отношение к избирателям должно меняться, извините, это наши граждане. И партии должны подстраиваться под них, работать с ними и в их интересах, когда будет ответная реакция. Средняя явка избирателей на выборы в Алтайском крае составила 40%. Примерно такой же уровень был и в прошлые кампании. Что касается расклада политических сил, то по предварительным данным картина следующая. В Госдуму по трём из четырёх одномандатных округов в крае победы одерживают единороссы. Так, по Барнаульскому округу в литерах Даниил Бессарабов. У него больше 37% голосов. По Бийскому Александр Прокопьев. Больше 30% голосов. В Славгородском округе побеждает Иван Лор. А вот ещё один округ, Рубцовский, оставили за собой коммунисты. Мария Прусакова набрала больше 27% голосов. Что касается Краевого парламента, то проходной барьер преодолели 5 из 6 партий, участвовавших в выборах. Это Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия за правду, Коммунисты России и ЛДПР. Партия Яблоко набрала менее 2% и в Заксобрание не попадёт. Отдельно отметим, что Единая Россия, одержав уверенную победу среди партий на выборах в АКЗС, выиграла только на 19 округах из 34. На остальных 15 победу одержали выдвиженцы КПРФ. Артём Гусельников, Данил Захаров. День с толком.